здравствуйте вы на канале подарок всем 01 меня зовут оля и сегодня мы скажем вот такую вот тыковку нам понадобится джутовая пряжа одного цвета либо двух цветов понадобится два крючка в моем случае 4 миллиметра и три с половиной миллиметра иголка пластмассовая ножницы вата синтепон или синтепух лак для волос ну что начнем берем крючок 4 миллиметра и набираем цепочку из воздушных петель длина моей цепочки будет 8 сантиметров и так набрали теперь в третью петельку от крючка мы вяжем полустолбик с накидом на крючке 3 петли провязали все три петли опять накид 3 петли провязали все три все и таким образом мы провязываем все петельки последнюю петлю мы тоже обязательно провязываем воздушная петля разворачиваем работу и теперь вяжем полустолбик с накидом тоже в третью петлю от крючка только за перемычку вот косичка впереди за перемычку за за этой косичкой вводим крючок и провязываем наш полустолбик с накидом вот таким образом у нас должна получиться вот такая вот косичка впереди сзади косички пока нет вяжем до конца ряда провязываем последние петельки мы всегда будем вязать за перемычку за косичкой воздушная петля следующий ряд тоже в третью петлю от крючка вяжем полустолбик с накидом провязываем каждую петельку и так что у нас должно получиться вот впереди у нас тоже уже косичка разворачиваем работу и у нас косичка с другой стороны тоже получилось таким образом мы сейчас будем вязать все ряды в моем случае а длина будет двадцать с половиной сантиметров все вяжем самостоятельно и так вот что у нас получилось теперь нужно соединить два края будем соединять зовут эти вот петельки и опять же за перемычки за косичками и так вводим крючок в петельку и провязываем все две петли на крючке далее за перемычку с другой стороны подхватываем нить провязываем сразу петлю и таким образом мы сейчас будем провязывать все петли до конца ряда провязали теперь вытаскиваем нить обрезаем ее вставляем в иголочку и будем соединять вершинку вот таким образом обычными стежками по краю провязали выворачиваем нашу работу продеваем иголочку и стягиваем полностью вершинку теперь ее еще укрепим несколькими стежками и выводим ниточку на другую сторону подтягиваем и выводим вот к этому хвостику далее берем ваточку или синтепух синтепон что есть под рукой и набиваем нашу тыковку наберем берем опять нить и точно так же как первую вершинку мы соединяем вторую затягиваем и еще несколькими стежками укрепляем все вот такая тыковка у нас получилось мы ее пока отложим в сторону и свяжем хвостик берем крючок поменьше три с половиной миллиметра другую пряжу она потоньше делаем петлю амигуруми провязываем воздушную петлю и три столбика без накида соединяем с началом ряда воздушная петля и провязываем в каждый столбик предыдущего ряда столбик без накида и в первую петлю подъема тоже таким образом у нас в каждом ряду будет получаться по 4 столбика все провязали нужную нам длину померили нас все устраивает и теперь в каждую петельку мы будем вязать по два столбика то есть в этом ряду у нас должно получиться восемь столбиков провяжем еще один ряд и во втором в этом ряду тоже в каждую петельку мы провяжем по два столбика таким образом у нас в этом ряду получится 16 столбиков провязали и последнюю соединительную петлю тоже провязали примеряем нас все устраивает обрезаем нить с запасом протягиваем ее и теперь мы будем пришивать ее к тыковке продеваем в иголочку и обычными стежками вяжем не вяжем а шьем конечно пришиваем наш хвостик по краю распределяем вот эти вот ниточки это у нас будут хвостики усики от тыковки так прошили по всему краю и уводим иголочку с ниткой к одному из усиков можете отдельно ее вывести мне больше так нравится и обрезаем обрезаем наши усики до длины которая нам нужно с учетом что мы их накрутим спиральку теперь вот эти вот желтовые нити мы разделили между собой они потоньше стали завязываем то есть была нить мы ее на две части разделили завязали между собой и одну часть обрезаем со вторым усиком мы делаем то же самое мы его разделили завязываем между собой две половинки обрезаем одну часть и теперь будем делать сам усик можем взять что есть под рукой карандаш ручка палочка какая-то у меня это оказался крючок мы накручиваем по спиральке усик наш можно окунуть предварительно в клей пва но мне как-то проще это сделать с лаком для волос накрутили и забрызгиваем все это делом лаком распределяем по всей длине даем высохнуть все высох и убираем крючок вот такая спиралька у нас получается мы ее расправляем как нам нужно и с остальными хвостиками делаем то же самое